В Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы, по итогам которых правящая партия Новый Азербайджан, возглавляемая президентом страны Ильхам Малиевым, одержала убедительную победу. Хотя окончательные итоги еще не подведены, но уже известно, что Новый Азербайджан получит более 70 из 125 мест в парламенте, на которые претендовали 1314 кандидатов. Это рекордное число за всю историю парламентских выборов. Как заявили в информационном центре выборы Центральной избирательной комиссии Азербайджана, явка избирателей составила более 47%, а в голосовании приняли участие более 2,5 миллиона человек. Что касается озвученных цик предварительных итогов, парламент страны обновился более чем на треть. В миле Меджилисе будут представлены 9 партий. Выборы на территории страны прошли очень спокойно в рамках законодательства. Никаких вызывающих беспокойств моментов не было. К этим выборам был большой интерес, потому что я не помню, чтобы на каких-то парламентских выборах в Азербайджане было более 1300 кандидатов. То есть это само по себе свидетельствует о том, что выборы прошли в условиях конкуренции. В процессе регистрации всех кандидатов была продемонстрирована справедливая позиция. Выборы вызвали интересы у зарубежной прессы. За рубежом отметили, что выборы в парламент страны, которые омолодили состав депутатов, прошли, в отличие от соседей Азербайджана по Закавказью, без революций, цветных и бархатных. Это была тихая революция. Азербайджан переживает тихую революцию, которая не предполагает никаких потрясений или насилия, но тем не менее является революцией. В отличие от своих беспокойных соседей, Азербайджан переживает смену поколений с минимальной суетой. Это часть реформ президента Ильхама Алиева, направленных на поддержку молодых образованных руководителей. За последний год на ключевые посты в правительстве были назначены новые лица, обучавшиеся в престижных западных университетах, таких как Гарвард, Оксфорд и Сорбонна. Однако нашлись и те, кто остался недовольным. Так глава наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов, следуя традициям оценки выборов этой структуры, заявил, что досрочные парламентские выборы в Азербайджане были недостаточно демократичными и прозрачными. По мнению Герасимова, ряд лиц не смогли принять в них участие из-за ограничений в законодательстве. По мнению же наблюдателей ПАСЕ, процесс подсчета голосов не на всех участках был организован прозрачно. Президент Азербайджана очень жестко отреагировал на подобные заявления и усомнился в их объективности. Что касается мнения некоторых международных наблюдательных миссий, то мы уже давно привыкли к их отрицательному мнению. Их заключения в некоторых случаях пишутся заранее, причем не ими самими, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали это. ОБСЕ уже давно превратился в своеобразный филиал Европейского Союза. Он давно уже поделил все страны Европы на две категории. Кто подходит потенциально для Евросоюза, и кто потенциально не подходит для него, как младший партнер. Вот поскольку Азербайджан относится ко второй категории, страны, которые вне их системы Евросоюза, исключительно могут быть, как торговые партнеры, но не младший партнер их системы, то он, как Россия и Белоруссия, в эту систему не попадает. Теперь возникает главный вопрос, почему европейские наблюдатели опять выступили с критикой, используя формулировки «недостаточно демократичные» и «недостаточно прозрачные». Конечно, какие-то нарушения бывают везде, в том числе и в самых демократичных странах. Но европейцы и на этот раз снова решили обобщить. И здесь на ум приходит следующее. Помните, в конце прошлого года Ильхам Алиев высказался об евроинтеграции? Если мы, говоря о евроинтеграции, говорим о членстве в Европейском Союзе, то это абсолютно невозможно. Это показывает и история, и процессы, происходящие в европейском пространстве. А также Brexit. Сейчас, наоборот, как говорится, в Европе налицо центробежные тенденции. Возможно, в Европе решили отыграться за такую оценку нынешней Европы. Мол, вы, значит, так о нас, ну, получите тогда пакет критики. Бдипчо БСЕ давным-давно потеряла политическое уважение. Эта структура работает в какой-то мере как спецслужба или разведка. Их миссия выглядит как разведывательная операция. Для нее в соответствии с политическими установками заранее пишутся оценки по конкретным странам. Причем состав авторов итоговых оценок Бдипчо БСЕ всегда строго засекречен. Но, как говорится, не Европа единой. Подавляющее большинство из 883 международных наблюдателей оценили выборы как демократические. Например, делегация наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества ШОС признала прошедшие выборы легитимными и соответствующими международным обязательствам страны. Выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятым страной международным обязательствам. Миссия признает прошедшие выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными. В стороне не осталась и Россия. Владимир Путин поздравил Ильхам Алиева с победой его партии на внеочередных выборах. Примите искренние поздравления по случаю победы партии «Новый Азербайджан» на внеочередных парламентских выборах. Итоги народного голосования наглядно подтвердили высокий авторитет, которым возглавляемая вами партия пользуется среди граждан Азербайджана. Рассчитываю на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Желаю вам и вашим соратникам новых успехов, а народу Азербайджана благополучия и процветания. Российские наблюдатели признали результаты выборов в Азербайджане. В МИД России, комментируя итоги выборов, отметили, что рассчитывают на продолжение тесного взаимодействия между новым составом депутатского корпуса Мили Меджлиса и Федеральным собранием. «Неочередные парламентские выборы в Азербайджане проходили демократично и соответствовали букве закона», заявила глава делегации Совета Федерации России, председатель Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. А руководитель наблюдательной миссии исполнительного комитета СНГ, председатель Комитета Российской Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников поделился своими впечатлениями о выборах непосредственно на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Малиевым. «Я и мои товарищи не один десяток вчера избирательных участков посетили, и мы видим, что они были и конкурентные, и открытые, и демократичные. Мы встретились с председателем Центральной избирательной комиссии. Вчера приняли заявление в СНГ нашей миссии, большой, там, в нескольких странах, исполком, межпарламентская ассамблея. На наш взгляд, все прошло честно, открыто, и демократично». Руководитель партии «Единая Россия» Сергей Неверов в качестве наблюдателя, посетивший Азербайджан, искренне радовался за успех правящей партии Азербайджана. «Конечно, это в первую очередь говорит о поддержке и доверии курсу президента Азербайджана, выбранной им стратегической линии и динамичном развитии, и нацеленности на реформы. Люди оказывают президенту доверие его партии и кандидатам, которые представляют курс главы государства». «Россия в очередной раз показала, что поддерживает Азербайджан, а Азербайджан продемонстрировал свою открытость. К наблюдениям за выборами допустили даже тех, кто уже был заряжен нести негатив». «Мы старались провести максимально открыто выборы, и поэтому пригласили наблюдателей, в том числе и тех, от кого мы объективной оценки, честно говоря, не ждем. Основываясь на опыте проведения выборных кампаний в Азербайджане, всегда мы видели предвзятое отношение. Но, тем не менее, мы считаем, что нам нечего скрывать. Мы пригласили большое количество наблюдателей, всем благодарны, кто приехал. Поэтому, чтобы там в конечном итоге не было написано, и как бы их не заставляли говорить какие-то вещи, все равно у каждого из них будет мнение о стране, и о людях, и о выборном процессе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова